Всем привет! Меня зовут Ася и я руководитель арт-студии Немалевичи. И сегодня совместно с Парком Горького мы расскажем вам о том, как рисовать воду, как создать все цвета, используя основные пять, и немножко о правилах композиции и колористики для создания гармоничного образа в картинах. И все это мы разберем на простом пейзаже, а именно в Калицынском пруде Парка Горького. Присоединяйтесь! Немножко расскажу вам про правила золотого сечения и как закомпоновать гармонично композицию. У нас есть такие линии, которые я вам простроила, с ними знакомые фотографы. И примерно, если вы увидите, то лист разделен на третий. То есть третий у нас занимает вода, зелень и небо. Соответственно, с левой стороны и с правой тоже стоят эти вертикальные линии. И мы видим, что мост тоже занимает примерно одну треть композиции. По вертикали. И это правило третей. Оно используется художниками и фотографами для расположения объекта в картине, чтобы оно вызывало ощущение гармонии. Наш глаз любит вот эту самую примерно одну треть. Наблюдайте этот момент в полотнах великих художников, фотографов профессиональных. Вот здесь на картине Авазовского мы видим, как корабль стоит на воде, и он попадает на одну треть. Море тоже на одну треть попадает. Если хотите там больше земли показать или моря, то на две трети он примерно будет расширяться. То же самое и с портретами. Вот, например, девочки с персиками. У нее глаза примерно на одну треть попадают. И вот везде она прям прослеживается. В этой линии я выделила линию горизонта, то есть то, куда у нас все сходится. И мы видим у нас очень такая простая композиция. То есть все практически параллельно, нету точек схода. То есть строить нам будет с вами все легко. Главное отмерить эти примерно на глаз третьи, закомпоновать в них мост, воду. И дальше уже будем работать краской. То есть, как я уже говорила, моза занимает примерно одну треть, расположенная посередине. И две такие простые дуги. И следите, так как все-таки он чуть-чуть повернут к нам, то его левая часть должна быть немножко шире, чем правая. Аналогично вот по правилу перспективы. Да, все, что ближе к нам, то больше. Дерево, кстати, тоже на одну треть попадает. Вот это вот основное, такое самое вкусное. Здесь я не уделяю много внимания построению, потому что, в принципе, объекты примерные, простые. Это не архитектура, не портрет, где детали важны. И просто наслаждаюсь процессом. Будем больше красить. Что касается цветов. В своей палитре я использую ограниченное количество цветов. То есть это основные синий, желтый, красный, белый и черный. То есть их нам достаточно для того, чтобы получить все основные цвета. И почему я советую работать с ограниченной палитрой? Потому что у вас тогда картина будет не такая пестрая, выдранная, а состоящая из единых гармоничных тонов. Потому что каждый цвет, получается, выходит из другого. И если смотреть зеленый, то у нас синий с желтым. И там, где больше тени, там больше синего. Можно иногда коричневый чуть-чуть, черный сделать этот зеленый, если нужно совсем утемнить. А там, где больше света, там больше желтого пигмента, иногда белил. То есть, в принципе, как такового черного цвета чистого у нас в природе нет. Потому что это должна быть абсолютная тьма. Поэтому художники, они черный практически не используют. Используют его в замесе с другими цветами. И добавляя в него там синий, красный, желтый, кстати, коричневый, получается тоже с замесом всех цветов. То есть все противоположные цвета, они выдают вот эту вот грязь. И вы можете сами варьировать, насколько этот коричневый может быть теплым, добавляя в него больше красного. Либо, наоборот, более холодным, таким, больше синего. То есть желтый, синий, красный вместе дают нам коричневый цвет. И какие еще цвета нам здесь понадобятся? Это где-то немножко будет оранжевая листва. Буквально, прям чуть-чуть. Это вот красный и желтый. Так что больше у нас работа таких синих-зеленых тонах. И я банально просто проложила цвет неба, такой голубоватый, да, голубоватый, даже немножко сероватый, чтобы вот эту пасмурность передать. Цвет леса, зеленые оттенки, где-то темные внизу, там, где вот уже сами стволы начинаются, тени от деревьев. И темная-темная такая зелено-синяя, фиолетовая, коричнево-черная вода. Когда мы красим мост, помним, что тоже абсолютно белого тоже нету. Он бывает только исключительно на самых ярких каких-то бликах, на переднем плане. Так как мост белый, но он наклонен вниз, да, это вертикальная конструкция, то уже автоматически туда падает тень. То есть белый будет какой-то серовато-фиолетовый, серовато-синий. И где-то там растет мох, водоросли остались, то есть можно чуть-чуть зеленцы дать будет. И, кстати, у нас все тени, они немножко синие, потому что в нашей солнечной системе свет источник желто-оранжевый, и противоположный по спектру цвет тени будет такой синий-фиолетовый. То есть это, правда, тоже полезно знать и понимать, почему такие цвета где находятся и что куда добавлять, да. То есть цвета больше теплых цветов, да, желто-красных, тени больше холодных, синих, фиолетовых. Что касается тени под мостом, то она прям совсем такая вот практически черная, но опять я не рисую ее черным цветом. И дерево я черным не рисую, здесь может так казаться. Я беру вот именно темно-коричневое, то есть замешиваю сам коричневый, да, синий-желтый-красный, и добавляю туда чуть-чуть где-то черного, скорее больше под мост дерева стараюсь сильно не трогать. Оно не должно быть очень яркое, мрачное, вот в конце картины слегка подсветлю, потому что все, что контрастное, оно сильно бросается в глаза и лезет на первый план. А у нас все-таки это относится ко второму плану. Про рисовки деревьев важно понимать, что это не какие-то изверистые линии. Обратите внимание, что ветки, они такие довольно рубленные. И особенно, если вы здесь глянете, женщины очень часто любят психологический такой аспект, рисовать более такие изверистые, змееподобные ветки. Смотрится некрасиво, неживописно, глазу не за что цепляться, то есть скорее более такое что-то декоративное. Поэтому старайтесь ветки прямо вот как-то обрубать мысленно. В принципе, вся работа, которую я сейчас делала, довольно простая. Я искала общие цвета, то есть начиная работать с картиной, мы не уходим в детали. Это очень важно, вот именно академический подход такой. Делаем общее, чтобы картина можно было у вас забрать в любой момент, и она оказалась готовой. Может быть, это у вас просто скажете, импрессионизм, примитивизм. Не успели, но она будет целостной, везде прокрашенная, без белых кусков холста. И после вот этой общей цветовой обработки я перехожу к деталям. Начинаю искать какие-то оттенки в воде, в листве. Что касается воды, вода у нас всегда отражает картину мира, который мы видим, всё, что вокруг, но гораздо темнее. То есть никогда не делайте такой ошибки, когда вот голубое небо, голубое море, синее небо, синее море. Это очень упрощает картину, это не так. Вода всегда имеет какое-то дно, цвет дна, водоросли, которые в нём содержатся, и поэтому это всё так же смешивается с цветом. И получается гораздо таким более тёмным, и с разными оттенками. То есть, как видите, я добавляю где-то и зелёный, где-то у меня сиреневатый просвечивает. То есть, вы прям стараетесь глядеться и найти это. И что касается отражений объектов, они симметричны относительно линий горизонта. Вот, кстати, я дерево сначала, его отражение дала не туда, не посмотрела, он у меня налево заваливается, а должно быть направо. То есть, чёткая такая симметрия. Также прорабатываю веточки на дальнем плане, прям вот очень тоненько, нежненько, они не должны у нас быть яркими. Заборчик под, вот, изгородь, под мостиком. И сразу даём её отражение вниз тоже, потому что оно так же будет прям чётко отражаться. Можно немного дать барашки на воде. Я уже чистыми белилами работаю, не боясь именно такой резкий белый дать, потому что работа пока ещё влажная, и он подмешивается в белый цвет с цветом воды. И становится такой более естественный, разных оттенков. Задний план прорабатываю, там, травку перед беседкой или вот какой-то там аркой. Тени под деревьями, но не забываю дать вокруг траву, да, чтобы тень была видна, вокруг неё должно быть что-то, ну, какой-то источник света. То есть такая яркая, сочная трава. С деревьями то же самое. Где-то, кстати, когда делаем листву, смотрим, если кроны такие пышные, да, даём их такими облачками смело. А когда уже дерево где-то, ну, либо заканчивается по краям, либо оно такое более жиденькое, то не забывайте оставлять место для неба. Потому что потом его, ну, сложно будет поверх листвой закрашивать. То есть лучше с этим заранее озадачиться. И кисточку вот я другую беру, более такой растопорщенную, ей удобнее какие-то вот такие эффекты листвы дать. И начинаю подрисовывать на деревьях света. То есть прям беру жёлтый, практически в чистом виде, и прокладываю то, где свет мог бы быть действительно. Где-то начинаю добавлять золотой цвет в листву, то есть белый, жёлтый, красный смешиваю, получаю такой оранжевый. И прорабатываю вот края переднего плана деревьев, сзади там тоже какие-то золотистые видны листики. И потом ещё попозже вот какая-то упавшая листва должна быть на траве тоже золотистого цвета. Также прорабатываю перила моста, и они будут видны только тогда, когда за мостом окажется тень. Поэтому изначально я утемняю всё над ним, и потом уже прокладываю светлым вот этим бело-зелёным, бело-жёлтым цветом все порочни. Потому что пока нету тёмного, белый не виден. И когда выбираете краску для работы, я советую вам брать набор где-то из девяти цветов, если не можете набрать сами, отдельными тюбиками или баночками. Потому что обычно, если больше цветов, то они, я считаю, уже, как говорила, лишние. Вы их сами можете сделать, если наоборот меньше, то не всегда бывают они в чистом виде. То есть, например, красный плюс синий равно фиолетовый, но часто берут красный, кладут производители такого немножко оранжеватого цвета. То есть туда уже изначально добавлено чуть-чуть жёлтого. И при замесе с синим, вспоминаем, да, то есть синий плюс жёлтый равно зелёный, зелёный плюс красный равно оранжевый. То есть у нас все три цвета. Получается грязь. То есть важно найти либо производителя с чистыми цветами, да, спектральными так называемыми, где чисто красный, чисто синий, чисто жёлтый. Либо брать вот минимальный набор, где присутствует вот красный чуть-чуть холодный, да, такой немножко вишнёвый, и красный чуть-чуть тёплый, который такой, ну, как кадмий, немножко с жёлтым цветом. И тогда вы сможете барьировать разные красные и избегать грязи. Аналогично то же самое и вот с жёлтыми. Бывает жёлтый лимонный и такой, да, холодный, то есть с добавлением синего, и жёлтый немножко тепловатый такой, ну, с красным. И при замесе с фиолетовым синим цветом опять-таки будет грязь. То есть вам нужно искать такие вот либо чистые цвета, либо замешивать с синим лимонный цвет. При работе гуашью не жалейте краску, это не акварель, то есть здесь именно нужно брать побольше, погуще, аналогично вот как с маслом работаем. И порядок, если вы заметили, идёт обратный. То есть в акварели мы оставляем всё светлое, заранее прорабатываем, да, то есть чтобы туда краска ни в коем случае не зашла. Здесь же мы смело можем густо взять белый и поверх тёмных слоёв уже закрасить нужные нам детали. Готая с водой, обращаем внимание на то, какие волны мы кладём, каким мазком. Чем больше мы хотим передать спокойствие, тем линии волн должны быть параллельнее нам. Чем больше мы делаем какой-то наклон, обрываем их, делаем треугольными, тем больше создаётся эффект некого такого шторма. Если где-то вы никак не можете добрать более яркий цвет, то здесь нужно работать с двух сторон. То есть как добавлять и белило, так и утемнять рядом тёмным цветом. Потому что у нас белый не светится до тех пор, пока рядом нету темноты. Вот это касается каких-то барашек на переднем плане. И также снова обращу внимание, что позади мы не прорисовываем эти самые барашки-волны так сильно, как спереди. Значит сразу вот они бросаются в глаза. Если видите, я сначала положила, потом замутнила. Также на заднем плане я свожу небо вместе с кронами деревьев, чтобы они как бы уходили вдаль. И действительно, если вы посмотрите вот куда-то далеко в гореон, глаз начинает размывать объекты, которые друг с другом рядом находятся. То есть прямо вот краску беру из облаков, из неба и её переношу на кончики густы дальних деревьев. Передний план стараюсь наоборот дать более контрастным, ярким. Особенно это касается дерева, которое припек к нашему экрану. У него прям не жалеем темно-зеленых, черно-синих оттенков. Субтитры создавал DimaTorzok Плотистое дерево на дальнем плане я тоже погасила, потому что оно слишком рвётся вперёд из-за своей яркости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok